Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу, за эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Матч ХК Саров с одним из самых принципиальных соперникам Красоярским Соколом проходил интересно и напряженно. Несмотря на обилие удаления у гостей, саровские профессионалы нашли в себе силы и распечатали ворота противника в конце первого периода. Единственная шайба, заброшенная стараниями второго звена, стала решающей. Итог встречи 1-0 в пользу сравчан. В воскресенье 9 сентября ХК Саров Инвест провел первую игру после летнего перерыва. В прошлом году саровская любительская команда вернулась на областной уровень после многолетнего перерыва благодаря инициативе хоккеистов и поддержке спонсора. И доказала высочайший класс игры. На протяжении всего сезона ХК Саров Инвест был безоговорочным лидером первенства Нижегородской области первой лиги и завоевал звание чемпиона. В предстоящем сезоне команда нацелилась повысить планку и планирует выступать в высшей лиге первенства области. Есть такие соревнования универсиады. Это что-то типа олимпийских игр только для студентов. Съезжаются на них молодые спортсмены. Для некоторых из них это некая тренировка перед главными стартами всей жизни. Так вот, на этой неделе стало известно, что сравчанки Елена Севцова понесет факел универсиады. Кстати, это очень почетно и впечатление, кстати, на всю жизнь. С ней встретилась Ирина Башегородцева и все у нее разузнала. Чтобы попасть в ряды факелоносцев, Елене Севцовой предстояло пройти сложный отбор. Среди тех, кто подал заявки на участие – олимпийские чемпионы, известные футбольные бомбардиры, участники российских сборных. Но стать одним из тех, кто пронесет огонь универсиады, могли не только спортсмены, но и те, кто добился немалых успехов в научной, творческой или общественной деятельности. Елена – волонтер с многолетним стажем, тоже смогла найти подходящее ей направление. Я посмотрела, что для этого нужно. То есть, там получалось, что по нескольким направлениям можно было подать. И поняла, что общественная волонтерская деятельность – это как раз мое направление, в котором, в принципе, достаточно сильна. Необходимо было рассказать вообще о своих достижениях, чего ты добился в данном направлении и написать небольшое эссе. Войти в ряды факелоносцев этого мирового события было давней мечтой Елены, которой она шла более пяти лет. В 2013 году девушка приняла участие в летней универсиаде в Казани. В качестве волонтера именно тогда она и поставила себе цель принять участие в зимней Олимпиаде. Если у меня, как у волонтера, настолько кипит эмоциональная водоплёка, думаю, а что же будет, если я с этим факелом вообще пробегу? И, наверное, как раз с первой моей эстафеты очень хотелось попробовать себя в качестве вкилоносца. И вот, получается, мечта сбывается. Эстафета огня «Зимние универсиады-2019» стартует уже 20 сентября в Международный день студенческого спорта. Её маршрут пройдёт по улицам и площадям 30 городов страны. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Ставрополь и другие. А уже 6 октября с факелом универсиады в Симферополе пройдёт и саровчанка Елена Севцова. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Стало известно, что наш спортсмен Александр Афиногеев попал в десятку сильнейших плосцов в мире и выступил на одном из этапов Кубка мира. Начинал Александр в нашем бассейне «Дельфин». Мы встретились с тренером Викторией Шалыгиной и всё разузнали о достижениях её подопечного. Чаша бассейна полна юных спортсменов. За ними с бортика внимательно следит тренер-преподаватель Виктория Шалыгина. Она точно знает, как воспитать будущего чемпиона по плаванию. На подготовку братьев Афиногеевых, старший из которых на Кубке, проходившем в Казани, попал в десятку сильнейших атлетов мира. У неё ушло 7 лет. За трансляцией выступления Александра Афиногеева она следила, не отрываясь. Мы с ним созвонились после соревнований, и он меня поздравлял с днём рождения, а я его поздравляла с таким вот хорошим подарком для меня и для него. Очень большая гордость, большая. Тем более это первое выступление на мировом уровне у него лично. Как объяснила Виктория Шалыгина, достигнуть высокого результата можно тогда, когда в тренировочном процессе сходятся три фактора. Талант спортсмена, профессионализм тренера и поддержка родителей. В случае с братьями Афиногеевыми всё обстоит именно так. Мирового уровня Александр достиг чуть раньше, чем его брат-близнец Андрей. Потому что он целеустремлённо шёл к этому. В любые соревнования он ответственно подходил. Он говорил, я буду, я буду выступать, я буду олимпийским чемпионом, я буду к этому стремиться. И он к этому подходил быстро, чётко и постоянно улучшал себя. Братья Афиногеевы, несмотря на плотный учебный и тренировочный график, часто и гости в Сарове. По приезду они неизменно идут в бассейн «Дельфин», тренируются, общаются с подрастающим поколением, дают мастер-классы и советы молодым спортсменам. Возможно, быть примером для мальчишек и девчонок. Это именно тот мотиватор, который толкает братьев Афиногеевых к всё более высоким результатам. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Дюшикар стартовал новый учебный год. По традиции специалисты спортивной школы в начале сентября провели день открытых дверей. Рассказали мальчишкам и девчонкам о тех видах спорта, которые есть на стадионе. И не просто рассказали, а наглядно показали, как проходят занятия. Олег Токтаров, Михаил Заломин, Светлана Кулакова. Эти имена известны всему миру и сегодня на них равняются сотни молодых ребят. Свою карьеру именитые спортсмены начинали в школе ИКАР, которая за десятки лет существования выпустила не одно поколение чемпионов по лыжным гонкам, акробатике, боксу и многим другим видам спорта. Детско-юношеская школа охватывает 11 видов спорта. Мне кажется, они, горожанам все известны. ИКАР работает очень давно, плодотворно. Полторы тысячи воспитанников ежегодно посещают секции, тренировки. Один из самых популярных видов спорта на ИКАРе – единоборство. Сюда приходят ребята разного возраста. Кто-то хочет научиться приемам рукопашного боя, кто-то просто стать сильнее и выносливее. Обучаться единоборству юным спортсменам помогают опытные педагоги. Каждый тренер разрабатывает свою концепцию тренировок и у каждого своя тактика общения с детьми. К каждому ребенку, естественно, нужен свой подход. Но так как они занимаются в группах, нужно еще уделять внимание, чтобы групповое занятие от того, что я к каждому подойду в отдельности, не теряло эффективности. Естественно, сложно. Потому что, во-первых, это загруженность по времени внимания. Еще проблему составляет то, что к каждому ребенку нужно подойти, чтобы ему нравились занятия. Футбол, баскетбол, легкая атлетика, бокс, художественная гимнастика. В спортивной школе каждый может найти себе секцию по душе. Самый активный набор идет на отделение пулевой стрельбы. Сюда приглашают всех желающих проверить свою меткость и развить внимание. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Во всех школах города прошли Дни здоровья. Если не знаете, что это такое, расскажу. День здоровья в школе – это одна из суббот-сентября, когда вместо занятий в классах школьникам устраивают спортивные состязания на свежем воздухе. Ну, кто-то отправляется с тем классом в поход, кто-то устраивает веселые старты. А вот, например, ученики 14-й школы пошли и сдали тестирование ГТО. Сдавать нормы комплекса ГТО второклассница Маши Тиховой предстояла впервые. И к этому дню девочка готовилась основательно. Каждый день она тренировалась, оттачивая технику выполнения упражнений. Поддержать Машу в сдаче норматива в ГТО пришли ее родители. «Сегодня я сдала наклоны и прыжки. Мне больше понравились прыжки. Спорт – это здоровье и большая радость для всех». «Мы переживаем за наших детей и участвуем в жизни нашего ребенка. Мы их настраиваем на лучшее детей. Мы им открываем новый мир». В сдаче норматива в ГТО приняли участие школьники со 2 по 10 класс. Ребята пробовали свои силы в различных упражнениях – виз, подтягивания, отжимания и прыжки в длину. Со всеми заданиями юные спортсмены справлялись с легкостью, несмотря на то, что для подготовки у них было совсем мало времени. А кто-то даже стал в этот день обладателем золотого значка. Один из плюсов сдачи норм ГТО – дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. «Бег на золото сдал, а прыжки в длину на золото. У меня пока что самые лучшие показатели из всех присущие – это поможет поступить в тот ВУЗ, который я хочу». С каждым годом количество желающих сдать нормативы становится все больше. И в нашем городе есть все для того, чтобы абсолютно каждый мог получить заветный значок. Ежегодно сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» набирает все большую популярность как среди взрослых, так и у юного поколения. «Водвижение ГТО сейчас очень у нас популярное. И когда мы задумались о дне здоровья, мы подумали, как можно охватить большинство детей, привлечь родителей к этому, чтобы они тоже могли сдать вот эти нормативы, попробовать свои силы, узнать, какой у них потенциал». Закончился День здоровья праздничным флешмобом. Если вы тоже хотите попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса, у вас есть такая возможность. Для того, чтобы попасть на тестирование, необходимо просто зарегистрироваться на интернет-портале gto.ru. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На этом все. Актуальные спортивные новости смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!